Последний день, когда дети школьного возраста могут беззаботно играть на детской площадке, ведь уже завтра начнется новый учебный год. Как к нему готовятся ребята и их родители, узнаем у видновчан. Сначала съездили на юг, отдохнули, естественно, перед новым учебным годом. Ну а потом начались закупки. Как? 1 сентября такой праздник, первый день в школу. Решили купить все новое. Тетрадки, как говорится, закупаем учебники. Ну особо прям такого ничего не делаем. В принципе, уже не в первый год, поэтому все как обычно. В этом году мы читали книжки и писали. В летние каникулы? В летние каникулы, да. Иди сюда, Егор. Вот внучок, ему 6 лет, он идет в первый класс. Читать, писать он умеет. Отрадно, что дети начала нового учебного года ждут с нетерпением. Они соскучились по педагогам и одноклассникам. Три месяца летних каникул. Как-то уже надоело сидеть дома, заниматься, играть в телефон. Как-то уже это все надоело. Уже хочется в школу пойти. Хочется найти новых одноклассников, увидеть старых одноклассников и, конечно, встретиться с учительницей. Отучившись последние месяцы предыдущего школьного сезона дистанционно, дети и их родители единогласно сошлись во мнении, что больше этого не хотят. Все нами опрошенные видновчане за оффлайн образование. Я считаю, что должен быть контакт именно преподавателя напрямую с учениками, но никак не через вот этот зомбо-ящик. Я считаю, что в школе, потому что знаний больше получают. По дотационному обучению ничего не понятно, как объясняют. А в школе все понятно объясняют, все говорят, как все правильно делать. И поэтому в школе лучше. В новый учебный год наши земляки идут с хорошим настроением. Пожелать им успешного учебного года, чтобы отметки были хорошие, но и не болели. Здоровье самое главное. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.